Ну и для тех, кто смотрит записи, я только что стартанул локальную запись, видимо, залью вот как раз с этого момента. Всем еще раз здрасте, с вами Майкер, goodgame.ru. Чатику привет, чатик я перенесу вот сюда вот и сделаю побольше, 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 ооо. Вот. А мы смотрим Тедкап 18-й. Сегодня группа D, первая групповая стадия, еще пока до плей-оффа далеко, будет после этого вторая групповая стадия, а потом только плей-офф. Но в этой группе есть Хавк, Тиаш, Ла-Лайт и Фокус. У нас великолепный состав, почти все расы представлены, кроме андэдов, но андэдов нам хватает. О, выманивает, классно, опа. Ой, сейчас может добить, он мог пионом добить, ооо, видели, там у пиона был шанс. Но сколько времени пион выгодил? Это опять та же самая фишка, когда вы наносите урон домой своих зданий, и пионом начинаете чинить его неподалеку от вражеских крипов. И крипы бросаются сразу на вас, потому что самый высокий приоритет получается на чинищего товарища. И столько времени он выиграл. Он, во-первых, разбил группу, которая там выжигалась, эмаляции, демон-хантером. Пришлось ему не бить, а бегать какое-то время. Короче, начало для Лолиты не очень хорошее. Но он ничего не потерял. Все-таки выбил артефакт. Факт восстанавливает еще ману. Лува подписался на премиум. Ой, спасибо, Ливара, за переподписку. Так. Ой, Блэйдмайстер в это время успел выбить себе сапоги, просто носки и слиперс под шумок, пока Дима бегал за Грантом. Не знаю, зачем он это делает, он огромное количество времени потратит на это дело. Но все-таки решил Лолайт это сделать. Ну, Грант жирный, эмаляция не так сильно бьет. И сапог нет. Приходится тратить две трети времени, даже три четверти, я бы сказал. Чтобы даже больше, чтобы... Да, он забил на эту идею, странную очень. И опять вернулся. Что такое? Что происходит вообще? Почему он так себя ведет? Демон-хантер, я имею в виду. Он проявляет какую-то нерешительность. Он принял решение... Он принял решение сначала преследовать, потом не преследовать, и потом снова преследовать. Может, не проснулся опять же. Левар говорит, Михаил, брат, когда будешь мочить на бас в фуфа? Может, сегодня, кстати, поиграем в папашушку после этого турнира? Но не уверен. Посмотрим, как пойдет. Да, и Блэйд вообще две перчатки скорости получает. Получает еще... Ну, старые носки три, три артифакта. Пошел... Экспанд... Экспанд, экспанд, экспанд. Ну, Теренас хорошая карта для того, чтобы по экспице. Плюс он знал, где Блэйдмастер. Он увидел, что он из центра уходил направо и понял, что база может спокойно встать. Никто не... Не помешает ей так быстро, по крайней мере. И Дима принимается зачищать уже нейтралов вместе с Арчоей и с Бараком. Довольно экстремальный криппинг, но опять же, благодаря разведке хороший Лалайт может себе позволить так сделать. Хорошие виспы у него на проходе. Левцы по центру один, один там на левом проходят. Кольцо вообще прекрасное, да, одинки выпадает. Алтек, привет. Вот, ну... Когда мы видим... А, стоп! Это будет вообще талоны? Это будут экспанты-талоны? Офигеть! Очень классная стратегия. Нечасто используемая. Но... Ну, стандартные варианты. Либо он забыл Хантерс Холл, сейчас мы увидим Хантерс Холл в продакшене. Либо он будет... Да, это Бестмастер, это талоны. Очень наглая игра. Потому что вот сейчас орк вместо того, чтобы крипиться, он может спокойно прийти и базу отменить. Но он... Ему не хватает как раз, в отличие от эльфа-разведки, он не знает об этой базе, может только догадывается. И все тайминги он уже пропустил, потому что база... Но он сам ставит базу. Это нормально. Скорее всего, база эльфа, это ответ как раз на игру фокуса. Потому что когда вы играете в талону против орка, который вот так вот действует, вы как раз этой базе помешать никак не можете. Потому что у вас фаст играет на Т3, у вас там нет совсем юнитов до появления первых талонов, то есть армия вам не позволяет сражаться как-то с орком, только на халяву отменять. А так получается, если вы ставите базу свою еще раньше, чем орк, он с одной стороны такой пассивный-пассивный, сейчас он, возможно, на разведке увидит... Увидит эту базу, может не увидит, сейчас какое-то время точно потратит. Ну, вообще классно. Эльф здесь в диком преимуществе сейчас. У него раньше база, у него все по плану Т3. Арчу спас, никого не по... Ну, выключайся уже, там, не надо гореть постоянно. Единственный минус, что здесь виспов на экспонде нет, конечно же. Ну, это классическая ошибка эльфийская. Все, и только сейчас обнаруживает фокус вражескую базу, понимая, что ситуация на самом деле не такая хорошая. Но задерживает немножечко... Немножечко задерживает появление шахты. Просветка. Где же там первый талон? Почему он... А, вот он уже выходит. Надо фейри-фаер делать. А там нет стаффа. Стафф выкупил Дима. О, стаффа купил Дима. Приходится телепорт жать. Ой, это ошибка, можно подблочить. Почему он троллем не подблочил? Ой, это можно было Блэдмастер развести на телепорт, либо на инвул. Опасный момент для эльфа. Может, орк подходит? Начинается заварушкой. Очень битый Блэйд, Дима начинает гореть. Вис подтягивается. Минус первый талон, минус тролль. Лечение. Ну, и тяжело, 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 тяжело. Нет, фокус тут хорошо пока разменивается. Ну, там есть инвул, там есть инвул. Тут нет смысла было окружать. Второй уровень получает Бист. Блэйд очень битый. Блок-блок-блок-блок-блок Шадоу Хантера. Хороший, хороший блок. Фейри-файр еще навешивает параллельно. Придется сейчас... А, свитка лечения? Нет, надо телепорт передавать и телепорт. И инвул даже заставил поражать. Красиво. Только Гран-Тан было добивать. Какая ситуация? Плюс 11 лимита у фокуса, размена был в плюс, но учитывая, что Эльф здесь мог умереть, самое невыгодное вообще время для размена. Ему надо сейчас брать третьего героя, закупать арбу, восстанавливаться, талонов мастеров, вести. Да. Миксик говорит, пострадите с талонами, раньше ее по умолчанию против орков использовали, сейчас Т1 чаще. Да, там серия изменений была. Главным образом это бетон на Т2. Какие-то еще были по... А, Фейрифайр немножко порезали с 5 минус армора до 4, то есть оверолл эта стратегия так стала не настолько эффективной. Вот. Ну, на некоторых картах все еще играют. Талонирсов. Нужен третий герой срочно, Эльфом. Срочно третий герой. Он выкупает, на самом деле, вот этого большого бамбра, огра, который очень хорошо с рейдерами работает. Но у орка начинает работать база. Тоже. Да, Фейрит я увидел. Ну, так, к краям глазу, на самом деле, пока не планирую в нее играть. Эзикел, привет. Может, даже Шедера возьмет. Хотя ему лес не нужен, ему Шедер может пригодиться, типа, чтобы побыстрее крепиться и там участвовать где-то в сражениях. Телефорт взял, молодец. Пайпа выпала, хороший артефакт, плюс еще 7% урона. И магазин хорошо застроенный. Строится. Ну, хороший криппинг от эльфа идет. Ай, подлагивает. Подлагивает. Так, взял книжку ловкости себе. Продолжается криппинг. Ну, эльфу что? Эльфу нужны свитки, эльфу нужен третий герой, эльфу нужно, наверное, даже тянуть время, пока талоны не восстановили, не отрегинили ману. О, соколы рядышком, фэрри фаер повесили. Двойной лвлап очень хорошо, 4-3. Можно даже мага попробовать забрать слева. На телепорт их разменять, но орк слишком близко. А, он и будет менять телепорт, видимо, на мага. Телепорт. Циклон хороший. И всех талонов спас. Что там? Камень жизни выпал. Не, хорошо, хорошо. И тут Лолайт может даже какое-то время действительно посидеть на лимите 50. Но он, правда, видел сейчас лимит орка и понимает, что там уже 50+. И главное, тут не перехалявить. Хантерс Хоу? А, это Грейт на Мунвелла, скорее всего. Это вот как раз, чтобы было больше Мунджон, чтобы в пассивную игру можно было безопаснее вкладываться, так скажем, играть. Да, Уэлл Спринг пошел. Что делать? Купить телепорт справа, попробовать парочку точек забрать. Просто понимаете, талоны, они со временем становятся все круче и круче, потому что мана регенятся постоянно. И... Ой. Ферики. Ой, еще базу ставит. Нифига себе Лолайт, какой наглый. Он заказывает третью базу в левом нижнем углу. Хотя его сейчас на 20 лимита больше. Ой, меньше, извините. Это очень нагло. Там такая армия. Так, и Лолайт тоже выходит из лимита. Делает Грейтон Нэчу Блессинг, для того, чтобы армор тоже добавить своим. Немножко подрезает, крепится. Здесь очень неприятные нейтралы, которые... Еще ни одного свитка у него нет, еще нет. Это ошибка. У него магазин карманный есть. Он может попытаться... за это самое забрать. Так, ферики. Ну и осталась одна точка. 60 лимит на 71, не такая большая разница. Ооо, пошли иллюзии в Блэйдаун. Переучился на иллюзии. Сейчас свиток, наверное, третий купит. Вот, три свитка орка и ноль свитков у Эльфа. Это как? Так. Ферики вешаются хорошо. Не очень качественно вешаются. Эти сеточка, сеточка. Талоны проходят аккуратно слева. Дима начинает гореть. Дима безмоноберна, то есть он должен быть танком, поэтому у него эвэйджен второй. И учитывая лимиты классные, у него еще эмаляция вторая. Он просто стоит и горит. Блэйд еле живой, кстати. А у него крест есть и большой инвул. Инвул пошел на Диме. Чуть перегруппировывает цель в 64-77. По-прежнему значительно меньше лолайта. Блэйд умирает, но не умирает на самом деле. У него анг. Телепорт на мейн. Телепорт на мейн. Отдает экспант, что ли? Он может эту базу типа отдать. Это не конец света, но... Ну, было бы хуже здесь умереть просто под этой базой. Ну, потому что у него есть ничка в левом нижнем углу, она скоро начнет работать. Но... Проблема была в основе ситков у эльфа. У фокуса пилоджа нет. А, пилодж как раз по таймингу. Правый нижний угол. Вот типичный орк, блин. Пилодж делается, когда уже... Дешевейший, Грей. Дешевейший. У тебя косарь на руках, у тебя там 70-80 лимита, ты пилодж делаешь... Непонятно когда. Все, фокус сделал разведку на левый нижний угол. Это 1-0 в пользу фокуса. Он не зевнет эту базу, это очень важно. Берет с собой виспов, понимает, что за вот нижнюю базу ему нужно сражаться, ла-лайту нужно сражаться. Шестать лимит на 80, но беда. Идет в атаку, потому что пока что орк пустой, ему нужно домой, до магазина, чтобы замазаться, отрегениться, и пока есть возможность там 1-2 юнитов подрезать на отступление. Блин, ла-лайд, конечно... Ну, свитки, свитки, свитки. Оп, спирит волкер минус, пиона подрезал. Феррики сразу вешаются очень агрессивно. Там столько берсеркеров, там 3 берсеркера накидывают. Тинкера берет, чтобы массовку создать. И рейдеры сразу прыгают на факту. Да и довольно шустро ее убивают. Виспы неплохо диспелят. Шадоу Хантер пустой. Тут можно даже исправиться. Рейдеры стараются добраться до талонов, потому что бонусный урон наносят по ним. Хорошо их режут, хоть и медленно атакуют, но урон там очень хороший. Вот свиток лечения, наконец-то. Вот свиток лечения... Йо-ла-лайтом 800 золота. 800 золота на руках. Размен идет в... Более-менее равный, более-менее. Особенно учитывая такие лимиты. Димка возвращается. Ну, Блейд 5 уровня. Талоны развалились. Там и Гранд-Гранд, Рейдер-Рейдер. Там много народу. О, Блейда пытаются окружить. Там... А у него что есть? У него ничего нет. Блейд падает. О, двойной ловелап. Демон Хантер 5. Тинкер 2. Бистмастер живой. Шадоу Хантер пытается восстановить ману. Рейдер не может уйти. Сейчас Фокус будет пытаться выкупать героя. А у него леса не хватает. Ладно-то золото. Еще на точке сбора Рейдеры... О, блочит Грейтинг. Ай, он подблочил Робогоблином. Вот это камбэчное. 44 на 59. Разница все еще в плюс. А нет, выкупил Фокус на последние деньги. Разница все еще есть хорошая в пользу Фокуса. Но у Лолайта база работает. Базу он еще одну восстанавливает у себя на натурале. У него на руках 600 голды. И 50 лимита чистейший. И телепорт есть. Он может еще в атаку сходить, поджать и телепорт разменять. Все. Или все-таки на экспантки прыгнуть сюда. Как вы думаете? Убить там пару Бороу и прыгнуть на эксп. Но Бороу на самом деле не такой важный сейчас ресурс. Потому что вы только что разменялись. Только что разменялись у него там 93 лимита было на 63. Даже если он все Бороу убьет вот только тогда он вот если все Бороу убьет тогда в саплай блок. Вот сейчас вот саплай блок только. На экспант. Хороший диспол. Но тут еще одна база у Фокуса наверху. Сразу разведка отличная. Пытается убить Мейн. Они играют сейчас один в один пока что по добыче. Ладно. Там с небольшим один у Фокуса. А, нет, здесь уже рабочие так довольно довольно быстро справляются. Да, фортификации тоже не было. То есть бетон не сделал и поэтому талоны как обычно вскрыли всю базу очень быстро. Так, а что делать Эльфу сейчас? На Мейн телепортироваться что ли или что? Алтарь может убить. А, он на экспант хочет. На экспант хочет. Потому что знает, что там скорее всего отстраивается пытается орк. Потому что здесь ничего не строится. Где же ему еще строится? Вот, а Фокус пойдет на Мейн. Но у Фокуса еще не забываем обкип. Обкип. У него да, пошел телепорт. Пытается развлечь. Опа! Сразу агрессивный телепорт. 50 лимита на 65. Змеек выстреливает. Выщелкивает героями. Два светка лечения у Фокуса. Опасная ситуация все равно для Эльфа. Квилл Бисты под Фрейнзе очень хорошо наносит урон. Тинкер зачем-то... Да, Тинкер делает хорошую факту. Сеточка. По факте начинают работать спиритволкеры. Какой же Дима псих? Ему Маноберн не нужен вообще. Он под эмоляцией горит, танкует. Может у него еще третий... Нет, у него третья эмоляция. И Бистмастер пятого уровня. Третий Квилл Бисты. Со сплэшем уже. Тинкер он доконтраливает только, потому что вот так, когда он выходит... Инвул, инвул передать ему. Инвул передал, прожал. Инвул на Блэйде. Все очень красную орка. И вот все, видите, бегает прям по Димой, который горит. Это так больно, даже смотреть на это больно. Ставчик. 48, 57. Нет, здесь Эльф разменялся в хороший плюс. Хороший плюс. Правда, как вот этих вот талонов не потерять на отступлении? АОФ работает на Экспанде. Талоны очень красные. Что там по свиткам? Свитков у Эльфа нет. Он может развалиться здесь очень быстро. Как и Блэйд, в общем-то. А, и свиток лечения. И третья иллюзия. Столько иллюзий у Блэйда. Смотрите, нарезают. Дима там неубиваемый. Так, сейчас будет вторая факта. СХ очень битый. Ман уберет, лечение делает. Еще минус Талон. Бисмастер сейчас будет бить. Став вовремя. Рейдеры под шумок убивают Бору. Тинкер, 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 тинкер падает. Да, разваливается, кажется, лалает. И Дима уже не горит. Ему сейчас нужно какое-то чудо. Как раз вот чудо в виде Блэйда можно попробовать убить. И он блочит опять Квелл Бистом и убивает Блэйда. Господи, какая игра первая. Биста, 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 нет, да, передают бутылек, отступает. Дима там до конца танкует. Шестой Дима! Вау! Но где ману взять на ульту? Какая грязь. Персоналочка куда? На экспант. Там Мунвелл есть. Там магазин есть. О, бутылку маны купить. Бутылку маны купил. Ооо. С ума сойти. И у Альфа еще нычка в левом нижнем углу. И сейчас Дима ворвется. А там телепорта нет. Он отсюда может просто не уйти. И Дима врывается. Дима врывается с подэмаляцией. Орн даже, даже, даже не ультует. Он просто... Ай, сетка. Выключай, выключай эмаляцию. Ух. Ну, это очень классная игра. На старте. АО вправился с рабочими. База скоро заработает у Ла Ла. Это мейн закончился. У фокуса 51, там 42. Но, естественно, у эльфов есть еще деревья с Нэйши Блейсингом, которые прекрасно ходят. И тинкер восстанавливается еще. Да, круто, 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 круто. Но на тоненького. Если бы эльф закупал свитки, если бы орк не отдавал Блейда. Корнечко, попробуй исходное качество просто поставить. Принудительно. Если ты слышишь меня, что мы вчера бакс ловили. И пошла ульта. От Димы. Ооо, он просто тыкает, он просто тыкает. Просто затыкивает. Просто затыкивает всех. Никто не хочет с ним сражаться. А пока он отзонивает всех... А, там Блейд выходит скоро. Талоны по Боровам. Шэду Хантер еле живой. Так, Бист приходит. Блейд тоже подходит. А Блейд... Ой, минус СХ. Вызывает напоследок третьего Сокола. Грамотно. Ооо, Диму окружают. У Димы сейчас ульта закончится. Но пока она заканчивается, там все, орк умирает, сгорает под эмаляцией, от сплэша умирает. Остается только Блейд с тремя юнитами. И фокус пишет ГГ. Уаа. Очень крутая игра. Такая, знаете, бодрит сразу же. Высокоуровневые герои. Там разные сражения. У эльфа отдача. Смотрите, сколько урона Дима нанес. 45... Ой, 40 тысяч урона. Блейдмастер с иллюзиями и с критом просто нервно курит в сторонке, нанеся только четверть приблизительно от того, что нанес Дима. Да. Да. Очень красивая игра. И как раз, знаете, перед тяжим и хавком такая разогревочка такая. Мех Паник говорит, зачем учиться играть? А, это хит-и-рок эльфийский. Ну, блин, мы ждем тебя на профессиональной сцене. Берешь эльфов, мозгов не надо. Поехали. Ну, а Дима хантер с эмаляцией. Мое уважение. 40 тысяч урона. 40 тысяч урона. Там лич с арбой затаренный и столько не наносят. Твистед Мэдоуз. Сразу увидим, что идет Висп на 3 часа ставить АОФ. Это мега классный криппинг. Вот Лолита молодец. Наверное, как минимум уже наравне с Муном сейчас, там, последний год, 2-3. Возможно, кстати, благодаря АТРам его такому... Вот, видите, ударил. Рабочие ударили. Покоцали. Мэйн свой. Он... Лолайф, я имею в виду. Он выбирает. Очень часто такие... Принимает нестандартные решения. Выбирает какие-то интересные стратегии. Но из серии увидел, что Блэйд убежал. Тыкает нычку, зная, что противник против его талонов, зная, что он будет играть в талонов, будет ставить базу. И чтобы опередить, надо перехалявить. Или вот сейчас на Твистед Мэдоуз вот такую базу... Да, конечно, когда-то люди ставили. Конечно. Но она... Точнее, такой АОФ люди ставили. Но это далеко от текущего стандарта, потому что, во-первых, это рискованно. Ну, одновременно с тем, как происходит изменение в игре, да? Вы, там, придумываете что-то или просто повторяете текущую мету. И оппонент постепенно, раз за разом, с каждой новой партией все лучше и лучше подстраивается к вашему, там, маршруту, там, криппинга, к вашему старту. И тебе бывает выгодно взять... Ну, он, соответственно, делает разведку в определенных местах. Он что-то может подстраивать в Билдодере, в... там, по умолчанию куда-то бежит в определенные точки. И вы вот эти вот все шаблонные вещи, которые очень хорошо работают против меты, можете использовать, изменив, так или иначе, свой старт. Вот сейчас приходит рабочий. Он проверил магазин, он проверил зеленую точку на предмет криппинга. Не нашел там никого. Пришел даже на базу с целью понять еще, что происходит. Но сейчас, кажется, понял. И Блэйд понял, и этот понял. И без разведки побежал сюда. Но здесь уже Дима с Арчой. Арча получила много всего, она не жилец. Но Дима успеет, как минимум, бить Огра, взять артефакт и убить второго Огра. Ой, даже свою Арчу попытался сам добить. Молодец. Оп, прячет. Или не прячет? Не, не прячет весь панк. Жалко, конечно. Жалко тратить двух виспов, одну Арчу. Конечно, в такой ситуации я бы... Да и кольцо плюс пять, да. Не, он не достает нам. Так, и снова база. Снова база. Так, прошу прощения за какие-то технические моменты. Я все передал нашим специалистам. Стараемся оперативно пофиксить. Бат 4А, подчеркивание, поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, как похорошел Варкрафт при китайцах. Все эти красивые панельки и всякое. Да, не уверен, что это китайцы делают, потому что это худ вроде как кастомизированный от Back to Warcraft. Но китайцам спасибо за турниры, потому что... Я не наблюдаю 5 Хантерс Холла, но играть в талонов на ТМе... Это смелое решение. С ними здесь некоторые точки сложно крепить. Ну, Голема в частности, да, потому что не атакуют. Но он, похоже, в талонов играет опять. Не, Хантерс Холл просто забытый. Нормально. Спасибо, Батчер. Батчер, Батчер. Халдер, Ладер Скаут, здравствуйте. Здравствуйте. Шей же Теринас, Майкер Басс, Сейн Мунас, он разбирается, где гонка убравит шинкегэгэнер, сейчас он гонболит, шинкегреет. Спасибо, Халдер. Спасибо. Стесняюсь твой стих читать. Почему-то. Блэкмайстер пока что с артефактами ему не сильно везет. На магазине он выбил себе плюс шесть силы. А эльф у нас зачищает наверху. Это маздриады будут просто отловли это. Скринть. Сейчас две лорницы и погнали. Он еще одну базу строит. Блин, какой лалает наглый, капец. Смотрите. Он делает нычку в правом нижнем углу еще. Да, это очень странно. Ну, это можно понять, потому что у него все равно до появления дриад хватит... Ну, хватает денег. Смотрите, он две лорницы заказал, заказал. У него на второго героя денег хватает? Почти хватает. Почему бы и нет, как говорится. Лаззибакет, я не знаю. Я не знаю. О, Грантат фокус теряет на криппинге. Упс. Грубая ошибка. Это Грантат к криппингу. Блэйд находит нычку. Эта нычка может быть просто еще такая, которая отвлекает внимание от основной. Ну, и как бы, возможно, она свою роль вы... Потому что то, что эльф ставит две базы одновременно, это крайне редкая штука. То есть, да-да-да, правильно говорит комментатор. Типа, возможно, фокус думал, что это единственная база стандартная, которую он, молодец, отменил. На месте эльфа еще было бы неплохо туда виспа снова послать, потому что орк через минуту должен будет снова, типа, проверять, строится, не строится. И вот если не строится, то... И он посылает виспа... Ой, молодец! Он посылает виспа туда. Эльф посылает виспа. На мини-карте гораздо больше информации сейчас для меня, чем... чем... чем вот показывает нам комментатор. Эти Блей даже не проверяют наверху базу. Он забегает на мейн, сейчас видит Дриад, говорит, ну, все по плану. Сейчас должен вообще побежать или сделать разведку в правый нижний угол снова. Не, он бежит. А там три лорницы прям заряжены. Не, он идет на базу. Он идет проверять. Не удалось запудрить ему мозги. И самое главное, Димка-то соло. Тут второго героя, оказывается, нет. Это вот тоже стратегия специальная. Спешил тактикс, как говорится. Будет ли телепортироваться Дима, чтобы нычку защитить? Не, не будет. Не, а тут наказывают эльфа за халяву. Мин мой вай говорит, Миша, чат, я Фогичи живого увидел, извините. Я фоточку сделал. Фоточку в студию, пожалуйста. Ну, три лорницы и соло-герои, это тоже нормальная тема. Соло-герои, соответственно, 15% бонусного опыта на Т2 получает. Дима, как вы видели, герой вообще предыдущего. Ну, у этого есть минусы, естественно. Вот у него инвентарь сейчас полный, и ты ничего с этим сделать не можешь. Сказал забить свиспов, срочно выводить. Минус первая дриада. Не, не Слоттер, здесь эльфа должен убиваться. А, там хекс есть, а вот с хексом опасно. Сейчас могут просто Диму захексить и убить. Блин, как же Дима классно зонит он. Да, и телепорт пошел. Но умирают пока только козы. И базы там уже нет, эльфа не знает. Да, за идею прям 5 баллов, эльфу. Смотря на то, каким MVP был Дима в прошлой игре, понятно, что его можно как соло-героя качать противорка. Да, но тут идет вовсе уже снос базы. Первый грант, правда, минус. Второй грант, минус. Что, наламывается, что ли? Ой, сейчас минус блейд. Отбивается. Еще рейдера забирает. 35 на 40, но базы нет. Он с цветами шел, че-то через фоточку, захидывающий. А просто дай ссылку на эту картинку прямую. Типа ля-ля-ля точка JPG или PNG. То есть, если она куда-то у тебя залита, то ты можешь просто скинуть в чатик. Картинка сразу отобразится. Сейчас должен наверху ставить базу ла-лайд, вот там, где у него висп на 12 часах. Да, на ГГ, кстати, галерея есть, можно туда закинуть фоточки. И да, он продолжает играть соло-херою. Вероятно. Два берсерка. Дико. Светок лечения. Надо найти момент, когда использовать его. Троллей надо убивать. Свиток хороший. Да, Дима псих, конечно. Особенно с новыми кольцами, он реально хорош. 40 лимит на 46. Мана заканчивается. О-о-о-о! Ха, извините. Е-е-е-е. Е-е-е-е. Да, повезло. Спасибо за фоточку. А, еще Хекс же тут не это самое, я забыл. Там пачка дриад, я про какой-то Хекс рассказываю. Комментатор называется. Конечно же, он не боялся в той ситуации Хекса, нисколько. Инвол пошел, тролли подрезал. Под деревом уже идет сражение. Блэйд Винвис. Да, но опять же, экономики у Лолайта нормальной нет. Магазин достроился, а толку он не успеет. Новые дриады, красненькие, здесь быстро отдадутся. Минус одна. Опять же, магазина нет. 5 и 5. Ну да, ульта может быть, ульта может быть. Дима выкидывает артефакты перед тем, как выпивать. Фокус проверяет наверху база, не база. Видит, что не база. Жека говорит, добрый вечер, расследование завершено. Оказывается, если ты получил бан на форме, ты не можешь донать, писать тщательно. А, ты можешь, но тебе запрещено создавать челлендж. Ага. Да, я слышал сегодня на планерке, что там какая-то тема была. Но только хилл скролл. Нужно хилл вейв, который сейчас готовится. О, это было нескольких. Теперь крит левел 2 тоже. Это тут подкормили дриадами. В чистом поле сложновато, конечно, против рейдеров сражаться. Такой размен минус. Нет, это конечный. Это 1-1, друзья. Это 1-1. 5-7. Дима окружают, у него ничего нет, кстати. Нет, нет, нет. Диму, это, Блэйда надо бить. Мисс, 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 мисс. Я не уверена. Он там так стоит вообще, как влитой. Он еще попробует убежать, наверное. Не, лечение есть. Ай. Да, ГГ. Домой. Точнее, не домой, а на следующую карту отправляют сейчас лавлета. Он не сдается между тем. Видимо, рассчитывает на 5,9 Димку. Он в алтаре его будет восстанавливать? Нет, в таверне. Неправильно делать. Надо заказывать в любом случае в алтаре. Потому что не факт, что тебе пустят к таверне. Если ты уже добрался к таверне, отменяешь в алтаре и покупаешь в таверне. Все просто. Таверна засада. Да, да, да. Там зеленые расположились. Да, но он не может не выкупить его, потому что за 8 секунд тут вся база ушатается. Поэтому надо... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дриада, которая пыталась закупить, лишь немножко времени выиграла. Я думаю, что, когда фокусы кемпинг на таверне, нет другой выбор. Но 60 секунд. 60 секунд. Еще один рейдер отпускает. Сейчас виспа заметит. Но висп первым его увидел. Рейдер летят. Сразу Мунвеллы врезаются. Пилотш работает очень хорошо. Выкупил Димон Хантера. Сейчас персоналка должна была быть. Магазин не успевает в... Вернулся Димка. Что что делать? Ну, контроль кост. Ой, ду... Ринда. Артефакт чуть не оставил. Ну, всех Дриад... Всех Дриад ловит. Дима там горит на дистанции. Фокус понимает, что там Димон Хантера до 6-го. Осталось всего ничего. Блин, так эльф, конечно, косячил всю игру. Один экспант отдал, второй экспант отдал. Посражался раз неудачно, два неудачно. И тем не менее, он тут за счет 6-го Димки в теории какой-то там низковероятный. Да, он просто сетками его кормит и все. Он может с детьми, Димой, никогда не сражаться. Ну, нафиг он нужен. Снизу, надо сейчас грабить будем. А зачем он Блэдовом рядом стоит, не пойму. Ну, сеткой держи, держи. Пусть он смотрит, как его рощу разоряют. Это кошмар эльфа. Может, дать ему такую вот ситуацию, он заплачет и убежит. О, мисс, 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 мисс. Дима возвращается. Просветка. Дима закупился. Он все еще не шестой. Рейдер, рейдер, там на последних и так дрядки пытаются добраться. Добирается, и Дима шестой. Ну, а толку у тебя 21 лимит? До магазина, если добежит. Добежит, купит бутылку. Бутылка. Да, мана есть. Все, погнали. И все, убегаем от него. Блин, такая иллюстрация баланса. Просто, вы представляете, чтобы, например, вся эльфийская армия убегала, когда Shadowhunter получает шестой. И когда даже Blade получает шестой. Все такие, да ну нафиг, с ним сражаться. Все, телепорт, домой. Красиво, красиво. Вот так вот эту ушастую эльфийскую имбу. Просто ты ему уже всю базу снес. Но даже, даже, даже в такой ситуации, когда у него там три козы. И он все равно нанес 24 тысячи урона в два раза больше, чем суммарно два орковских героя. Это, кстати, очень хороший задел под новую мету, я вам так скажу. Почему? Потому что ошибок вагон, а возможностей все равно у эльфа много. То есть, вы тут обузите, получается, и универсального героя, который быстрее качается, и проапгрейдженную версию эмаляции, и быстрее доходите до шестого уровня. Просто по числам, которые Дима... Ну, он здесь реально половину времени провел просто, ну, не в гуще событий. Он пытался туда ворваться. Но с ним не горели желания, желанием люди сражаться. И тем не менее, 24к урона. 24к. Может быть, кстати, здесь и Т3 не такая плохая идея будет. Потому что... Ну, потому что денег это стоит меньше, чем второй герой. Открывает себе доступ к орбе. И опять же, если ты в Дриад играешь, открывает тебе доступ к грейду на лунные колодцы. Но я думаю, что соло Димка, так или иначе, он будет... Его еще поиграет Ла-Ла, и если поисправляет некоторые, там, доработает стратегию, то может метой стать новой. Не, Волт, еще нет. Нет, мы не планируем ее делать. Горния спрашивает, а Д1 будет? О, козел. О, М5 Disciple говорит, Миш, привет, тысяч лет мне было у тебя что-то нового, как сам? По сайту МКЛ, совсем недавно был, я его перезаливаю на YouTube, запись. Хотя, скорее всего, в трансляции тоже можно найти. Там большое количество новостей. Что у нас? Мы смотрим Варик, кое-как играем в Baldur's Gate. Вчера был стрим по Baldur's Gate в третьем акте. Ой, вчера, позавчера. Вчера играли в Don't Starve с Боннивуром, смотрели вот эту вот игру, выживалку. Не знаю, будет ли продолжение какое-то серьезное или нет. Ну, по Warcraft'у регулярно идут турниры. Вот сейчас мы смотрим первую групповую стадию, там группа D, ну, потому что сегодня Havk играет и TH. Ну, и парочка вот корейцев, LaLite Focus тоже весьма и весьма классную игру показывает. Мы территориально пока в Рязани. Через два с небольшим месяца возвращаемся в Белград. Совсем были там недавно... На юбилею мамы. Ее 70. Все хорошо. Отпраздновали, наобщались, отдохнули немножко. Вот. Я не знаю, насколько ты тысячу лет назад не был на сайте, но у нас много всяких новых штук появилось. Наконец-то мы выкатили новую версию канала. Что там еще у нас было? Работаем над вторым проектом по P2P. Ну, вот сейчас технические проблемы у нас конкретно сегодня с трансляцией, но параллельно товарищи разбираются с ними. Стрим по Don't Startup интересный вышел. Ну, я был не сильно, если честно, впечатлен, потому что, видимо, это не совсем мой жанр, но с Боничем весело. Посмотрим. Мы там дожили до какого-то там 18-го, что ли, нет? Ну, я вчера первый раз в нее играл. Так что меня направляли, рассказывали, что происходит. Так. Мне немножко обидно за Демон Хантера, который тащил просто за четверых в двух предыдущих матчах. Его промеяли на козла. Вспоминаются сразу моменты из кампании, когда Кенарий со своей этой женой... Там же у них любовный треугольник был. Я забыл, как ее зовут. Это он Тирент, наверное, да? Вот. Тут его опять на козла променяли, понимаете? Опять на козла променяли. А, Малфурион, Кенарий полубог. Да, помню, как мы, Кенарий... Оп, опять! Что за халява? Да, Кенария... Кенария орки, которые хлебнули крови какой-то, да, демоновской, получили хаос урон. И геройский тип защиты, соответственно, Кенария пробивали хорошо. Но не ожидает вообще фокуса этого экспанда в центре. Потому что, видите, он где проверяет на натурале. И между базой Ла-Ла это и его экспанда. И не находит нычку. Она прямо по центру карты. Бабах! На этой карте, на спрингтайм, у нас в центре нет нейтралов. Да, ведь здесь же нет нейтралов. А, да, божественная броня. Не геройская, а божественная как раз. То есть только такая хаосом и пробивается. И все еще. Вот сейчас вот. Сейчас, сейчас обнаруживает экспант. Прикопочка. И еще сову повесили. Все, прикрываем базу строящуюся. Здрасте, Веллплейд, здрасте. Добро пожаловать. Блэйд пытается по кусочкам там кого-то от... Кого-то потыкать, алхимик вторым героем. Ну, стандартная тема сейчас. Два барака и погнали. Что, я эльф, я могу себе это позволить. Ой, на какую точку сразу накидывается. Очень рискованно он крепится, конечно. Вампиризм. Кому он нужен, этот вампиризм? Где, где виспы на экспант? Я совсем понимаю. Привет, элементарист. Что ты делаешь здесь? Виспы на критерах, может быть. Это... Слева, слева, виспом, виспом. И персоналка сразу. Ну, Блэйд очень близок был, кстати, в Гуф. Да, похоже, база будет стоять. Шахта прикапывается. Улучшение на атаку эльф доделывает. Орк стандартный Т2 и будет пушить эту базу. Да, алхимик второй. Свиток нужен. Магазин тут неподалеку. Но даст ли Орк прокрепить эту... Ему тоже просто свиток нужен. Ни у кого денег на свиток нет, но... Но хочется. Виверна тактическая, серьезная. Залечивает алхимик за Гадя. Не, надо врываться. Врываться, врываться, врываться. Один медведя белого забирает, другой огра голубого. Пурдж. Огр минус. Что по артефакту? Большая мана. А что по телепорту? А что по телепорту у нас у орков? Как мы здесь будем уходить? А может мы не будем уходить? Может будем драться до конца? Блэйд очень битый. Лечение. Ману не успел передать Сахе. Виверна настреливает сверху. Молодец. Орча такая сразу нано. И умерла. Лечение неплохое от алхимика. Но там мана, мана, мана. Минус хантреска. На гранта меняет. Слоу на 999. Слонер, спасибо. Добро пожаловать. Подписался и переподписался. Тролля прикапывают. Не, неплохо, неплохо. Ну, то есть, если эльф разменивается на равных в такой ситуации с тем, что у него еще база потихонечку работает. Это очень хорошо для эльфа. Я, причем он не обязан был там сражаться. Он просто понял, что вот так вот снизу поджал. Там нейтральчики еще некоторые живые. У него протектор, дерево и мунвелл еще по центру. Место, в которое орк должен лезть. Айвис, пожалка. Давай, ворчей уже, переходи. Надо масть торчей уже, саха третий. Он котов там пасет. По вышкам, по вышкам атакуют в первую очередь. Минус 2 кота, второе лечение. Ну вот, сейчас будет мана, и вот эта бутылка у Шадоу Хантера определяющая. Он, может, сейчас ее прямо прожрет. Да, прожрал. Ну, ему нужно, типа, продолжать осаду. Ха, протектор такой. Давай, продолжай осаду. Магазин сверху делается или что, интересно? Да, магаз. Нифига себе, у него там магазинов. Один, второй. Шахта подставляется. Кота, кота, кота! Нет, это про... Теряй. Хорошая позиционка. Большая бутылка, да, маны. Так бы он пустой уже возвращался, не словно хлебавший просто к себе домой. Или бы спокойно отстраивался с двух басов. Сейчас приходится вот что-то выдумывать, виспов, чиниться, там отбиваться как-то. Что происходит? Ой, верно, вылетел на протектор, на, там, два выстрела. Иэнты сразу выскакивают тут же. Пурч, пурч. Иллюзия кота. Вытанковывает змеек. Ну и змееки, собственно, отдаются. Все, отбились. И пошли арчи. Все, сейчас мозгов вообще не надо. Выделяешь два барака, нажимаешь букву А. И у тебя строится арчи. Не забываешь делать имгрейд на дальность до этого. И все. Дальше героев там регенишь ману, ждешь, когда к тебе придет орк и отдастся. Изи. Что было бы лучше для Хантреска, чтобы они от флейты баф получили от колокольчиков аналогичных аур. От мучапа зависит. Но по канону, конечно, у них трушот аура, потому что у них герой-предводитель с трушот аурой. Да и не кровожадные они. Они точные. Пошли разводики. А просто фокус понял, что ему вот в этот ловешник не пробить эльфа. Протектор, дерево, да ну нафиг. Надо как-то шатать, заставлять эльфа выходить из этой защиты. Потом прокидывать, соответственно, эти... Виспов не хватает здесь эльф. Катастрофически виспов не хватает. Ну, смотрите, там три шамана, СХА. Где виспы? Алло. Арчи хорошо лупят по шаманам, видите. Минус один. Что, Виверну, Виверну застрели. Ой, Виверну застрелил. Молодец. Минус четыре лимита сразу же. Ну, вроде все. Здесь Лалай отбился. Плюс десять лимита. База есть. Шаманов восстановить очень сложно в такой ситуации. Это Лолита выходит в финал верхней сетки, короче говоря. Еще Алхимик помогает. Еще люди прячутся. А просветки у нас нет. Короче, имба опять эльфийская затащила. Даже бутылка не помогла, понимаете. Сейчас Shadow Hunter. Инвул. Ой, это была замануха. Там был инвул. Арчи даже выпрыгнули, чтобы нанести дополнительный урон по Сахия. На самом деле... Провели, провели, провели. Эльфа. Лечение шикарное. Еще Хантрескую успевает. Видите, влечение забежать алхимиковское. Такая... Такие эльфы эти имба, что даже алхимик, который в таверне это самое покупается, он на них лучше работает, чем на других. На самом деле, не всегда алхимика там и Хапач тоже использовала себе. Есть ситуации, в которых... Ну, уверенная победа. А все почему? Вот кто скажет все почему? Я думаю, что... Кто там был, кстати, у нас из... А, Мехпаника может рассказать. В чем была самая большая проблема Оркок, ну, кроме того, что он выбрал не ту расу изначально, 10 лет назад. Опережая правильно ответ Мехпаники, скажу, это недостаток разведки. Он не проверил строящуюся халявную центральную базу. Он мог ее отменить несколько раз. И должен был ее отменять, чтобы сместить этот тайминг. Но он оказался не готов к этим смелым шагам Лавлиета, который эти смелые шаги демонстрировал всю серию. Вспомните, на Тиренасе раз база просто с одной Арчой, с одним Демонхантером. На Твистед Мэдоус раз база, два база. Тоже успевает только делать разведку и наказывает. Ну и здесь тоже, извините. Карта маленькая, в центре уникальная, без нейтрала, в центре шахта. Ну, пробеги ты через него, проверь на всякий случай. Нет? Ну, нет, значит лузера падают. Все. А следующий матч, который посмотрим, это Тиаш против Хавка. Продолжение следует. КОНЕД. Продолжение следует...